Сложение фигур и неравенство Брунна-Менковского. Что такое сложение двух отрезков? Сначала такая простая задача. Здесь прямая. Представьте себе, что у нас есть какой-то отрезок, на котором бегает точка Х. И есть другой какой-то отрезок. Неважно, пересекается, не пересекается. На этом отрезке бегает точка У. Что это означает? Х больше или равно А, меньше или равно В. У больше или равно С, меньше или равно В. Вопрос. Какие значения может принимать величина Х плюс У? Очень. Самое маленькое – это А плюс С. И самое большое – В плюс Д. Так вот, господа, давайте отрезок с концами А плюс С, В плюс Д. и будем называть суммой отрезков А, В и С, В. Чему равна длина вот этого отрезка? Ну, очевидно, нужно из В плюс Д вычесть А плюс С. Это есть сумма Б минус А и Д минус С. Таким образом, если этот отрезок имеет какую-то длину и этот имеет длину М, то результирующий отрезок – Л плюс М. надо просто сложить длину. Отлично. Теперь давайте сделаем так. Пусть отрезок будет у меня один вот такой, а другой отрезок пусть будет перпендикулярный. И делаем такую же операцию. То есть, точка бегает на этом отрезке одна, а другая точка бегает на этом отрезке. Только вопрос, что такое сумма точек? Что такое сумма чисел? Понятно. А что такое сумма точек? Ответ очень простой. Мы берем вот такой вектор. Мы берем вот такой вектор и достраиваем эту картину до параллелограмма. Получится у нас результат вот такая вот точка. Итак, этот вектор параллелит термин. Этот вектор параллелит термин. Давайте запишем это каким-нибудь образом при помощи карминала. Значит, итак, здесь число А, здесь число В, здесь число С, здесь число Д. Ну и, к сожалению, еще потребуются две буквы. Здесь вот у меня будет пусть число Е, а здесь пусть будет какое-то число С. Отлично. Как тогда записать координаты вот этой точки? Абсцисса у нее это число Е, а ордината это любое число, удовлетворяющее вот таким неравенствам. Больше или равно С, меньше или равно Р. Отлично. Как записать координаты Э? Это отлично. Это Х и Ф. При этом на число Х тоже понятно, какой неравенствам, какие два неравенства. Х лежит на отрезке от А до В. Отлично. Теперь складываем. Мы складываем точку Х, Ф с точкой Е, И. Ну, понятно, как складываем. Это Х плюс Е и Ф плюс И. Получается очень простая штука. Получается, что у меня вот здесь число пробегает значение от А плюс Е до В плюс Е. А вот число Ф плюс У пробегает значение от Ф плюс С до Ф плюс Д. Результат. Какая фигура. Когда одна точка пробегает весь этот отрезок, а другая точка пробегает весь этот отрезок. Сумма горизонтального и вертикального отрезка это что? Догадаетесь? Что? Оба инфектора. Прямоугольник, конечно. Это просто-напросто прямоугольник. Объясняю почему. Возьмите самую нижнюю точку и сложите ее с самой левой. Вы это способны сделать? Давайте подумаем, как это делать. Вот мы здесь отступаем чуть-чуть влево. Значит, тогда наша точка отступить ровно настолько влево. И здесь мы отступаем чуть-чуть вниз. Ну, не чуть-чуть, а вот столько. Вот, замечательно. Примерно сюда. То есть, если дорисовывать до полилограмма, то мы придем, вот, ну, у меня немножко криво получается. В общем, ребята, считается, что вот так. Замечательно. От этой точки у меня будет прямоугольник вот такой высоты и вот такой вот шириной. Что такое сумма векторов? Это для тех, кто совсем еще с этим неравным встречался. По определению. Если у меня есть один вектор и второй, то сумма векторов получается, когда вы достраиваете картинку до полилограммы. Понятно? Как записываются координаты? Ну, самым естественным образом. Если у нас есть у этого вектора координаты x1, y1, а у этого, кстати, что такое координаты вектора? Извините, я просто боюсь, что кто-то может даже не знать. Вот, если у нас есть любой вектор, то вы можете взять и отложить его от начала координат. Тогда вот это число называется абсциссовектор. Это насколько он сдвигает по оси абсцисс. А вот это называется ординатой вектора. Насколько он сдвигает по оси ординатой. Иногда еще так объясняют. Вектор – это параллельный перенос. То есть вектор имеет не только величину на сколько метров, но и, на самом деле, когда сказано, настолько-то вдоль оси абсцисс и настолько-то вдоль оси ординат. Хорошо. Для тех, кто ничего не понял из того, что я здесь объяснил, давайте задача такая попроще. Задача попроще, вот что. Я сейчас буду говорить не о сумме, а о полусу. Дело в том, что геонетрически это гораздо нагляднее. Давайте посмотрим, почему. Потому что половина вот этого вектора – это, на самом деле, мы берем вектор до центра промилограммы. То есть, если у вас имеется произвольный вектор и другой вектор, то полусумма – это просто-напросто вектор, который из начала координат сводит в середину отрезка. Значит, если я сейчас немножко разберусь с тем, где лежат середины, то в таком случае мне будет понятнее и что-то... Сумма фигур отличается полусумы по линейным размерам в два раза, а по площади в четыре раза. Потому что, если вас интересует сумма, то точка будет вот здесь, и айпер называется гомотетия с кейцейлой буха. Итак, сейчас возьму какую-нибудь фигуру. Например, самый обычный квадрат. Беру самый обычный квадрат. Вернее, не весь квадрат, а только его границу. И возьму другую фигуру. Например, возьму вот эту вот точку. Вот эта точка А. Границу квадрата я обозначу Б. Скажите, пожалуйста, что такое полусумма точки А и квадрата? Кто может сразу ответить? Вернее, вот. Еще раз. Полусумма точки А и квадрата. Как ее получить? Да? Что это за фигура? Как ее нарисовать? Да очень просто. Это надо соединить. Взять середину. Соединить. Взять середину. Соединить. Взять середину. Соединить. Взять середину. И вот эта фигура, это и есть полусум. Идея понятна? Да. Потому что, когда вы ставите точку сюда, посередина отрезка здесь, точка дальше идет горизонтально, вот она идет, вот длина этого отрезка половина стороны квадрата. Потом спускается, вдвое меньше скорости здесь спускается. Идет направо, вдвое меньше скорости здесь спускается. То есть, когда берешь точку и квадрат, то результат, это квадрат вдвое меньшего размера. Замечательно. А теперь такой вопрос. Я здесь в местной точке поставлю, господа, вертикальный отрезок. А, это будет не одна точка, а целый отрезок. Скажите, пожалуйста, что в таком случае у меня произойдет? У меня вот эта точка может теперь сдвинуться вверх. Что происходит, когда она сдвигается вверх на каком-то расстоянии? У нас происходит здесь сдвиг на половину этого расстояния. У нас тут маража. У нас получится неподробнее. А у нас получится вот такая вот штука. Идею поняли? То есть, мы берем квадрат и сдвигаем его. Представьте себе, что мы можем взять квадрат наш и просто двигать, а он оставляет след. Тогда, когда он будет здесь вдоль своей стороны ехать, он след не оставит. А когда здесь будет ехать, то он оставит след. Две такие два прямоугольника с таким отрезком. Все понятно? Все понятно. Отлично. Следующий вопрос. Пусть у нас есть отрезок. И другой отрезок. С общей решением. Два отрезка. Скажите, пожалуйста, где может располагаться середина отрезка с такими концами? Можете вы понять, где может располагаться середина отрезка, если один конец расположен на вертикальном отрезке, а другой на вот этом наклонном. Как это себе представить? Точенька. Вы смотрите, не надо двигать сразу оба. Вы можете взять сначала на этом отрезке точку просто внизу. И сказать, что когда вторая точка движется, то середина, смотрите, берешь здесь вот такой отрезок, середина у него будет здесь. Берешь отрезок поменьше, середина будет ниже. То есть надо реально взять середину вот этого отрезка, и любая точка снизу до этой у нас, разумеется, может получиться. Согласны? Отлично. А теперь вот эта точка берет и потихонечку поехала, 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 поехала. У нас тогда, все, что мне сейчас пытаюсь пользоваться, это теорема о средней линии треугольника. Что средняя линия треугольника параллельна стороне и в два раза короче. Соответственно, если у меня один конец отрезка сдвинулся на какое-то расстояние, то середина сдвигается параллельно этому на половину этого расстояния. Соответственно, когда у вас точка сдвинется сюда, то максимум дойдет вот до этого положения, в общем, сдвигаться будет параллельно. В общем, ребята, я не знаю, как объяснять. Ответ – это вот такой параллелограмм. Делайте, что хотите, но вы должны понять, что это очевидно. Кстати, где расположены вершины? Кто-нибудь знает? Я написал, что сейчас неправильно. Вот у меня есть вертикальный отрезок, у меня есть наклонный отрезок. Я беру середину, беру середину, где оказывается вершина параллелограмма. В середине отрезка, конечно. Потому что крайние положения вот эти, середина тогда здесь. Единственное, у меня грузовик плохой, я вот так, например, буду нарисовать. Итак, вот это параллельно этому, а вот это параллельно этому. Понятно или не очень? Значит, еще раз. Когда один конец бегает по одной стороне треугольника, а другой конец бегает по другой стороне треугольника, то середина пробегает вот этот параллелограмм. Хорошо, задача, которая много-много лет назад была на Олимпиаде для то ли пятого, то ли шестого класса. С этой задачи начинался наш мат-праздник. Может быть, знаете, уже много лет в Москве проводят Олимпиады для шестых и седьмых классов. Ну, заодно туда и пятиклассники приходят, а иногда и более младше. Такое замечательное предприятие, оно началось довольно давно. В девяностом, по-моему, году, или около этого. Так вот, на самой-самой-самой первой Олимпиаде Влада Козерыча рассмотрим половину окружности и рассмотрим всевозможные отрезки, концы которых лежат на этой самой половине окружности. Где может располагаться середина отрезка? Кстати, ужасно интересно. Знаете ответы или нет? Картинка красивая. Там такие две другие вот идут вот так. Да, мы правильно рисовали картинку. Давайте я для всех остальных это объясню. Народ, чтобы решить эту задачу, давайте нарисуем целиком окружность и вспомним важное свойство середины отрезка. Если берешь центр окружности и середину хорды, то вот этот вот угол 90 градусов. Ну и что? А вот что? Если проведешь перегулярно, перегулярно, то в какой-то момент здесь дойдете до... Если проведешь хорду и будешь брать здесь середину, то все вот эти точки середины, 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 а вот если бы мы уперлись, если у нас нет вот этой нижней половины, то мы уже не можем идти дальше. Соответственно, в наше множество входит только этот отрезок, а вот эта часть уже не входит. Замечаю, здесь 90 градусов. Каким свойством обладает угол 90 градусов? Если проведешь здесь окружность, то вершина лежит как раз на окружности вот с таким диаметром. Значит, чтобы решить задачу, мы должны сделать следующую штуку. Взять центр. Провести окружность вот с таким вот центром в два раза меньше, чем радиусом. Здесь тоже отрезок поделить пополам, провести. И середины могут лежать в любом месте вот здесь и не могут лежать ниже вот этой людей и ниже вот этой людей. В общем, вот заштрихованно ответ. Так что, если наша фигура не выпуклая, то полсумма может иметь довольно причудливый вид. Так вот, ребята, на сегодня мне важно, что фигура выпуклая. Опять, боюсь, что не все знают определение. Фигура называется выпуклой, если вместе с любыми двумя своими точками она содержит весь отрезок. То есть, не бывает так, что вот две точки принадлежат фигуре, а какая-нибудь точка здесь не принадлежит. Выпуклая, значит, отрезок обязан быть фигурой. Я сейчас сделаю такую штуку. Посмотрю, можно ли брать не полсумму, а какую-нибудь более хитрую операцию. Скажем, одну фигуру взять с коэффициентом две третьих, а другую фигуру взять с коэффициентом одна третья. Имеет ли это какой-то геометрический смысл или нет? Ну, то есть, смотрите, когда у вас есть произвольный вектор и другой произвольный вектор, давайте вот этот вектор обозначим у, этот вектор обозначим в, то, безусловно, вы можете взять вектор 2у плюс 3в. Как это делается? Я боюсь, что я немножко переборщу с размерами. Вот это называется, если сначала координат смотреть, это называется у плюс 2. Вот это вот называется еще раз у. Соответственно, вот этот вектор называется 2у плюс в. В. Отлично. Это еще раз в. Это еще раз в. Так, все, не влезло. Вот вон там, вот расположен вектор 3в плюс в. Понятно? Замечательно. А теперь вопрос. Где расположен вектор не 3в плюс 2у? Не такой. А где расположен вектор? Ребята, В плюс 2 5у. Хотите пояснить? Для этого я должен вам объяснить, где взять 1 5у В. Мы берем, не будем уходить вот туда. Не хочу. А аккуратно разобьем вектор В на 5 равных частей. И вектор У то же самое разобьем на 5 равных частей. И у нас получился параллелограмм, состоящий из 25 маленьких одинаковых параллелограммчиков. Аккуратно разобьем. Вот. Замечательно. Отсчитываем 3 5 В, отсчитываем 2 5у. Ребята, вот это диагональ параллелограммы. точка попала в точности на диагональ. То, что число целое, здесь не так важно. Давайте эту выкладку мы сейчас с вами сделаем для любого треугольника. Значит, в эту вершину обозначаем О, это будет вершина А, это В. Данное вектор ОА обозначен какой-то буквой В. Вектор ОБ обозначен какой-то буквой В. И дано, вот здесь у меня была середина, то есть АС равнялась ВС, да? Ну или другими словами, АС на АВ это была одна вторая. это вот здесь. А в общем случае, у меня будет не так, в общем случае АС будет составлять какую-то доль от отрезка АВ. Ну, например, на этой картинке, вот здесь вот эта точка А, это точка В, а вот эта вот точка С, то АС это 3 пятых. То есть на этом чертеже лямбда это 3 пятых. Задача найти вектор ОС. Здесь нарисовано для середины, поэтому, извините, я все-таки перерисую картинку. Итак, точка расположена, где попала. отрезок АС составляет некоторую там фиксированную ноль. И нам интересно, как записать вектор, идущий из точки О в точке С. Ну, вычисление, разумеется, в высшей степени простое, но давайте его сделаем один раз в жизни, это обязательно надо сделать. Что такое ОС? Это, конечно же, ОА плюс АС. Вектор ОА у нас обозначен буквой У. Вектор АС это лямбдовая часть от вектора АВ. Но, что такое вектор АВ? Чтобы пройти из точки А в точку В, надо пройти против вектора У и вдоль вектора В. Значит, так и пишем. В минус У. Мы получили формулу. Называется формула деления отрезка данных отношений. Поскольку это в высшей степени важно, что называется неинтересно, давайте я эту формулу отдельно здесь на этой доске напишу, потому что она очень много различается. К сожалению, школьники очень многие ее, что называется, недооценивают, думают, что дала, где он дат, как. А на самом деле это очень важная штука. Итак, точка А, точка С, точка В, точка О. Значит, что у нас есть? Вектор АС это лямбда умножить на АВ. То есть точка С лежит на прямой АВ. Вектор ОА это У, вектор ОВ это В. Значит, вектор ОС, как мы с вами только что посчитали, это на самом деле единица минус лямбда умножить на вектор У плюс лямбда умножить на вектор В. между прочим, это настолько легко, что в некотором смысле даже считать не нужно. Вот посмотрите, пожалуйста, вот этот отрезок составляет лямбдовую часть от отрезка АВ. Значит, вот этот тоже составляет, по теории у минус лямбды. То есть один минус лямбда умножить на вектор ОВ. Замечательно. Кстати, у этой темы есть продолжение. Продолжение это так называемые барицентрические координаты. Это очень интересная отдельная тема. Когда вы задаете на плоскости любые три точки, то можно задать координаты любой другой точке плоскости по отношению к этим трем при помощи вот примерно таких формул. Я не хочу сейчас туда углубляться, потому что это отдельный рассказ, но очень интересный и очень поддержательный. Сейчас мне абсолютно будет достаточно вот этого. Итак, я сказала. Я сейчас хочу понять, что же будет происходить с площадями фигур, если их подвергнуть вот такого рода операции. Значит, спокойно я начну со случая двух прямоугольников. Как только мы разберемся, что происходит с прямоугольниками, сразу станет в некотором смысле все проще. Только вот какая история. Ребята, в некотором смысле неудобно. То есть, на самом деле, я мог бы и так стараться, но не вполне удобно, чтобы все время у меня здесь была бы точка на отрезке. Давайте подумаем, что произойдет, если я возьму и скажем, вот этот вот вектор все умножу на три. Раньше у меня точка делила отношение лямбда такое отрезе. Что произойдет, если я все умножу на три? Это будет просто что? В три раза дальше. Правильно? Да. То есть, я могу взять и ввести еще такое определение. Умножение фигуры на число. Кстати, кто знает, как это на самом деле обычно математики называется? Когда у вас есть начало координат, какая любит фигура, и мы вдруг берем и все координаты всех точек этой фигуры умножаем на фигуры число. Что это геонетическое преобразование? Подобие это нет, не видать. Если я поворачиваю и меняю размеры, это тоже подобие. Есть более точное слово. Гомотетик. Совершенно верно. Смотрите, если я беру и задаю такое преобразование. Точка с координатами х, и переходит в точку с координатами х, х, и называется гомотетия с коэффициентом k. Скажите, пожалуйста, что происходит при гомотетии с размером фигуры, с линейными размерами фигуры? Что происходит? Умножаются на k. Это то самое подобие, о котором вы говорили. А что происходит с площадью? умножается на k. Отлично. Ну, я считаю, что я договорил достаточно. Теперь главное вычисление сегодняшнего дня. Вот у меня есть прямой премоугольник. Длина его стороны это отрезок длины a, высота это отрезок длины b. И у нас есть другой премоугольник. Он расположен неважно как по отношению к этому. Горизонтальный отрезок пусть будет длина c, вертикальный пусть будет d. Итак, давайте вот это будет называться первая фигура фигура f, это будет называться фигура g. Я сейчас пишу такую вещь. Площадь фигуры f это a умножить на b. площадь фигуры g. Это c умножить на d. Отлично. А вот теперь будет очень важная штука. Я фигуру f умножаю на некоторый коэффициент лямбда. Фигуру g умножаю на некоторый коэффициент ню. Лямбда и ню произвольные вещественные числа. Меня страшно интересует так, пусть будут положить, чтобы понятнее. Пусть будут положить вещественные числа. Меня страшно интересует какая же будет площадь фигуры лямбда f плюс ню ж. К счастью, в сегодняшнем занятии мне нужно действительно длинное начисление, это начисление будет главной мягкой с последней. То есть главная техническая сложность в нем. Давайте. Кто скажет? Это совсем просто. Еще раз. Что мы реально делаем? Мы сначала берем и все точки фигуры ф в лямбда раз делаем гомотепию. Так? Потом берем фигуру ж и в ню раз делаем гомотепию. Скажем, лямбда равно десяти, это значит прямоугольник стал со сторонами в десять раз больше. Ню равно семи, значит прямоугольник стал в семь раз больше. Отлично. После этого одна точка бегает по фигуре лямбда ф, другая точка бегает по фигуре ню ж. И мы все время берем их сумму. Ребята, я в самом начале сегодня это объяснял. У меня по абсциссии насколько может вот здесь вот меняться на а. Согласны? Лямбда раз расширили, какое получилось колебание? Лямбда а. Здесь по абсциссии могло на сколько? На цель. На ню умножили и получилось сколько? мю цель. вариация по абсциссии чему равна? Ну диктуйте. Лямбда а. Лямбда а. Плюс мю цель. Плюс мю цель. Отлично. Так, а по ординате? Лямбда б. Лямбда Мю д. Плюс мю ню ню пишется по-другому. А? ню по-моему по-другому. ню пишется действительно по-другому. Это самое интересное, что оно и слышится. Итак, есть две буквы. Есть ню, есть ню. ню ню это вот так. ню а ню это вот такая ню. На самом деле, поскольку у нас буква была одна, то вам это более-менее без разницы, как она там пишется. Но сейчас разговор не о том. Нам бы понять, как связаны между собой вот эти три площади. Я думаю, для этого стоит просто-напросто расстрелить скобку. Это будет лямбда квадрат апрель. Ну, понятно. Это понятно. Дальше будет. Плюс лямбда умножить на мю с таким интересным коэффициентом. Это будет АД плюс БЦ. Замечательно. Плюс мю квадрат умножить на СД. Теперь я могу наконец-то сформулировать, о чём неравенство Брунин-Коскова. Оно связывает следующие числа. Смотрите. Число лямбда. Число лямбда. Число лямбда. Площадь фигуры F. Площадь фигуры G. И площадь фигуры лямбда F плюс мю G. Причём, внимание. Это неравенство должно быть верно не только для прямоугольников, а для любых выпуклых фигур F, G, и для любых чисел лямбда и мюнда. Давайте анализировать, что здесь что. А умножить на B – это просто. Это площадь фигуры F. C умножить на D – это тоже просто. Это площадь фигуры G. А вот здесь очень интересная штука. Здесь выражение AD плюс BC. Ребята, нам нужно срочно задать себе вопрос, насколько большим или насколько маленьким может быть вот это выражение, если мы знаем число AB и мы знаем число CD. Заметьте, пожалуйста, это задача по алкебре, причём задача явно не может быть сложной. AD плюс BC надо каким-то образом суметь ограничить, если известны две величины AB и CD. Давайте посмотрим пример. Простейший пример такой. Скажем, в качестве A мы возьмём 10, в качестве B возьмём одну десятую. Вы видите некоторый ужас. Вы видите, что произведение A и B – это величина равна 1. Произведение C и D – это тоже величина равна 1. А при этом вот эта сумма у нас совершенно огромна. То есть ограничить сверху мы её не можем. Ну хорошо. Сверху мы её ограничить не можем. Интересный вопрос. А с ним? Можем ли мы написать что-нибудь такое? AD плюс BC больше или равно? На самом деле это известная вещь. Когда у вас есть два числа, то, как известно, среднее архимедическое не меньше, чем что? Чем среднее архимедическое. Я, на всякий случай, конечно, даже сейчас это докажу. Господа, всё, что нужно, это… Это, ну как, смотри, поменяясь так, значит. x плюс y. x – это у нас AD. У нас это BC. Не меньше, чем 2 корня из xy. Почему? Да потому, что если квадрат выведёшь, то здесь будет x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат, а здесь будет 4xy. Ну как? Ну да. x – y в квадрате больше или равно 0. Если перенесёшь 4xy сюда, то получается x квадрат минус 2xy плюс y квадрат больше или равно 0. То есть x – y в квадрате меньше или равно 0. Ну или если угодно, как это любят объяснять, внутрь квадрата со стороной x плюс y мы можем просто поместить 4 прямоугольника со сторонами высоты. Да? Это известная картинка. В общем, помните, если посмотрите. В любом случае, это неравенство будет показать. Давайте смотреть, что это означает. Это означает, что площадь вот такой фигуры, если f и g прямоугольники, оценено, внимание, оценено снизу следующей замечательной величиной. Я пишу. λf плюс μg больше или равно, чем λ2 площадей f плюс… Так, давайте смотрим, что здесь. λj умножается на вот эту вещь. это не меньше, чем удвоенный корень. Правильно? Замечательно. Удвоенная лямбда мю корней квадратных из произведения площадей f и g. плюс… … … … … … … … … … Так вот, господа, оказывается, что это неравенство верно не только для любых двух прямоугольников, даже не обязательно, как они расположены. Я и доказал, что для случая параллельно расположено в прямоугольник. Это неравенство верно всегда. Вот именно оно и называется неравенство в лунхо-меховском. Давайте сейчас посмотрим его мнение. После этого я его вам быстренько докажу. Например, для случая лямбда равно ню равно единице. Это вот что такое. f плюс g больше или равно, чем площадь фигуры f плюс площадь фигуры g это я взял, я буду вам видеть. Плюс два корня квадратного из произведения площадей f и g. На самом деле, так вот глядишь, вроде непонятно, насколько это интересно. Ну как, ну как, это там… То есть, смотрите, значит, у меня есть там… Все понимают, как себе представлять сумму фигур. Вот если у нас есть одна фигура f, другая фигура g. Можно же как представить себе? Вот взяли вектор f и к нему прибавляем эту штуку. Ну так, один раз прибавили, да? А дальше делается так. Вот вы, как бы, фигуру g. Ставите ее в каждую точку фигуры f и так вот… И смотрите, что это все заметет. Я боюсь, что сейчас ничего не понимаете. Я еще зайду с другого конца. Вот представьте себе, что у вас есть не две фигуры, а представьте себе, что у вас есть три фигуры. Фигура f – это отрезок, фигура g – это вот такой вот отрезок, и фигура h – это вот такой вот отрезок. Кто может мне понятно объяснить, что такое f плюс g плюс h? Тест на понимание того, о чем вы сейчас вообще говорили. Как легче всего представить себе сумму трех фигурок f, g, h. Чтобы было легче, это все три отрезка. Не-не-не-не, я говорю не про площадь. Я говорю, что это диометрическое. Как? Какой будет ответ? Что такое сумма двух отрезков? Кто помнит? Сумма двух отрезков – это что? Это прямоугольник. Это вот такой прямоугольник. Понятно ли это? Да. Замечательно. Один человек сказал так. Представьте себе, в лесу загорелся костер в какой-то точке. После этого некоторое время дул ветер в направлении f. И огонь распространялся только сюда. И все это загорелось. Потом ветер сменил направление. И стал дуть в направлении вот этого отрезка. И сгорел весь прямоугольник. Потом ветер сменил направление и стал дуть сюда. И что произойдет? Этот прямоугольник по-прежнему горит. А что нужно сделать? Добавить? Нет, это не этот прямоугольник. А добавить, ну как вот, взять фигуру, понимаете? Понимаете, да? Вот. То есть, если угодно. Кстати, это называется проекция трехмерного куба на плоскопе. Я сейчас буду вам объяснять, как вот это неравенство выглядит в следующем случае. Если g это круг радиуса 1, а f это выпуклая фигура, выпуклая фигура площади s и периметра f. Давайте сейчас я попытаюсь вам объяснить, что такое сложить выпуклую фигуру, ну, чтобы она и на кругу не была похожа, пусть это будет вот такая выпуклая фигура, и круг радиуса 1. Вот это вот g, вот это вот f. Ребята, на самом деле очень просто. Я где-то рисую начало координат. Вот здесь у меня точка O, начало координат, все замечательно. Я беру и сначала с каждую точку фигуры f складываю с центром круга. Это дело абсолютно нехитрое. Вот есть этот вектор, который ведет из начала координат центром круга. Надо просто взять и рассмотреть сумму этих двух векторов. Господа, вот эта фигура, она просто сдвинется. Ну, я боюсь нарисовать, но имеется в виду, что получится ровно такая фигура, сдвинутая вот на этот век. А дальше делаем такую вещь. Вот эта точка начинает здесь вот бегать по кругу. Ребята, это соответствует тому, что каждая из точек этой суммы пробежит к кружочек единичного радиуса. В математике есть такое понятие окрестность фигуры. То есть, вы берете и в каждой точке нашей фигуры, в центре нашей точки, рисуете круг радиуса 1. Вот это называется 1 окрестность фигуры. Интересно, понятно? Замечательно. Давайте я сейчас нарисую вам, скажем, как выглядит окрестность прямоугольника. Очень просто. Если у вас есть произвольный прямоугольник, и вам нужно взять всевозможные круги радиуса 1. Берете вершину, рисуете кружочек радиуса 1. Дальше круг, 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 круг. Доходите вот сюда, рисуете такой круг. Потом поехали вниз. Понимаете идею? Извините, что они у меня не очень ровные, но смысл вот такой. Что у меня в результате получается? У меня получается фигура, которая состоит из прошлой площади С. Еще она из чего состоит? Из вот этих вот штучек, а это в точности круг. И из вот этих прямоугольников, а эти прямоугольники шириной 1, а здесь сторона. Сторона, сторона, сторона – это в сумме периметр. Значит, итак, С плюс П. Так, площадь круга радиуса 1 – это? Это П. Вот она площадь для прямоугольника. П. Если берешь любой многоугольник, прокладываешь на расстоянии 1 от него такие вот параллельные отрезки. И после этого смотришь на вот эти вот сектора. Ребята, очень важная вещь. Эти сектора, они на самом деле совершенно замечательно друг с дружкой стыкуются. Вот этот отрезок параллелен этому. Этот отрезок параллелен этому. Потому что они периментикуляры к одной стороне. У нас эти сектора вместе что дают? Круг, конечно. Ну, вы можете сказать, что любая выпуклая фигура – это вовсе не обязательно многоугольник. Но я отвечу. Когда берешь любую выпуклую фигуру, то в нее можно с очень хорошей точностью вписать многоугольник. В него взять такую окнесность. Там будет верна такая формула. Но только не для длины вот этой, а для периода такого. Ну замечательно. А потом впишешь еще точнее, потом еще точнее и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ребята, для ситуации, когда G – круг, у нас здесь потрясающая формула. Это площадь фигуры F плюс периметр плюс P. Больше или равно. Что такое здесь? Та же самая площадь фигуры F. Что такое здесь? Число P. Что такое здесь? Удвоенный корень из произведения площадей. Площадь фигуры умножить на число P. Ну что? S уничтожается. P уничтожается. Получается, что периметр не меньше, чем удвоенный корень из S умножить на P. В квадрат возводим. Квадрат периметра не меньше, чем 4P S. Я боюсь, не все в таком виде это неравенство видели, и поэтому, может быть, оно на вас не происходит. Давайте я его еще раз перепишу. Квадрат периметра не меньше, чем 4P умножить на S. Давайте я объясню, почему это неравенство такое интересное и замечательное. Ребята, смотрите. Давайте в качестве нашей фигуры мы возьмем круг радиуса R. Тогда площадь круга это P R квадрат. Периметр круга, длина круга, то есть это 2P R. Подставляем вот сюда 2P R в квадрате и 4P умножить на P R в квадрате. Это одно и то же. Для круга наше неравенство превращается в равенство. А в общем случае площадь меньше. Мы сейчас только что из неравенства Врунниковского вывели замечательное следствие. Мы из неравенства Врунниковского только что вывели замечательное следствие. Из всех фигур данного периметра наибольшая площадь у кого? У кого? Да. Вот оно, то самое неравенство. И заметьте, пожалуйста, вывод абсолютно естественный. То есть, чтобы получить неравенство между площадью и периметром, нужно было рассмотреть окрестность фигуры. Ребята, а это вполне естественный вещь. Когда у вас произвольная фигура, то вы берете и как бы на единицу ее убегаете во внешнюю сторону. Вполне такая естественная вещь. То есть, получается, что это действительно вполне понятная, естественная конструкция. А теперь, надеюсь, вы понимаете, что нужно суметь вот это делать. Правильно? Да. Наверное, я буду вам сказать, что это нечисто вымечивание. Нечисто вымечивание. Мне осталось только, что называется, сказать несколько слов. Причем, в более-менее философском порядке. Да, еще важные вещи. На самом деле, неравенство Бронниковского по существу нам нужно для случая, когда лямбда равно ню. Вот здесь вот он написан в общем виде, да? Но, если честно, оно нам нужно для лямбда равно ню. Но доказать его гораздо естественнее, именно в общем виде, чем если пытаться доказать его конкретно для лямбда. Так вот, давайте, поехали. Есть фигура Ф. Вот фигура Ф. И у меня пусть будет какая-то фигура Шерри. Она тоже выпуклая, тоже совершенно союбольная. Так вот, ребята, я сейчас сделаю очень простую вещь. Я разрежу фигуру Ф на равные по площади кусочки. Ну, я не знаю, за сколько у меня получилось ровно, но на некоторое количество одинаковых по площади кусочков. Итак, пишем, фигура Ф это есть Ф1, Ф2, Ф3 объединение н фигур. Режем строго вертикальными участками. Дальше. Фигуру Ж мы взяли, нарубили фигуру Ф вертикальными отрезками на н равных частей. И фигуру Ж тоже самое вертикальными отрезками нарубили на н равных частей. После этого мы берем и говорим следующую вещь. Что вертикальный вот этот вот срез страшно похож на прямоугольник. То есть, поймите, пожалуйста, здесь можно взять и вписать в него прямоугольник так, что площадь его будет почти такая же. Чуть-чуть будет на границе. Поняли идею, да? С маленькой-маленькой ошибкой, допустим, обрезки будут какие-то, но ничтожно маленькие. А для вертикально расположенных прямоугольников мы вот то неравенство доказали. То есть, я вам сейчас беру и пишу такую вещь. Лямбда Ф1 плюс нюм Ж1 по площади. Сколько вы помните обозначающих площадях? Больше или равно чем лямбда квадрат умножить на... Чему равна площадь Ф1? Это одна н-ая площади фигуры. Почти одна н-ая. С точки зрения близко. Хорошо. Плюс 2 лямбда мю. Дальше, дальше, дальше. Так. У меня стоит квадратный корень из произведения. Ну, там одна н-ая умножится на одну н-ую. И еще квадратный корень. Чем верят, будет опять одна н-ая. Квадратного корня из произведения площадей Ф и Ж. Все понимают механизм, да? Вот. Замечательно. И, наконец, плюс мю в квадрате умножить на одну н-ую площади фигуры Ж. Ребята, а теперь еще раз. Это неравенство в каком-то смысле почти верное. Потому что, повторяю, с точностью до обрезков. Здесь, конечно, надо будет строго отнестить, что мы там впишем фигуру в большую. Ну, там, приемлемо стремящимся к бесконечности. Площадь негативная фигура будет стремиться. И так вот. И приблизим снизу, приблизим сверху. Вот. Но это все мелочи. Важно, что ровно то же самое будет для фигур Ф2, Ж2 и так далее. И то же самое будет для фигур ФН и ЖН. И что самое удивительное, здесь будет написано ровно то же самое. Намек, понимаете? Я сейчас возьму и сложу все эти неравенства. И у меня здесь получится n раз одна n-ая площадь Ф. Это как раз площадь Ф. n раз квадратный корень умножить на одну n. Это как раз тот самый квадратный корень. n раз умножить на одну n умножить. И у меня все получится. Единственная проблема. А что получается здесь? Ребята, а вообще-то эти фигуры, они не накладываются только на душу. Объясняю почему. Вот вы берете, например, часть номер три здесь. И вы берете часть номер три здесь. У вас, смотрите, у вас по абсциссии точка пробегает такой вот отрезок, а другая точка пробегает такой отрезок. Понятно? Замечательно. А в четвертой части все абсциссы в следующем отрезке. Значит, они больше не равны всех абсцисс третьей части. Здесь и здесь в четвертой части мы идем в следующем отрезке. Ребята, если вы смотрите на абсциссы точек, то у вас первая часть, самая, вот эта часть, это самая левая. Потом идет следующая, вторая, потом третья, потом четвертая, потом n. То есть здесь площади не накладываются друг на друга. То есть по вертикальному отрезку, по одному отрезку они могут, но не более чем по отрезку. А куски площади не накладываются. Значит, площадь фигуры F плюс G. Представляете, какая забавная вещь. Площадь суммы больше или равна, чем сумма вот этих вот площадей. Чем лямбда F плюс G катая по всем K от единицы до n. То есть фигура F плюс G внутри себя содержит и вот эту, и эту, и эту, и эту, и они накладываются тут на друга. Поэтому, когда мы складываем эти неравенства, то у нас действительно получается оценка снизу. И значит, неравенство Руна Минковского у нас доказано. Так. Победы? Победы.